Здравствуйте дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня страшные новости приходят из Крыма, их сразу же две. Первое это сегодня в 3 часа 30 минут была попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам, сообщил губернатор Севастополя Михаил Разважаев. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены, сейчас в городе тихо. Вот посмотрите видео как раз таки со взрывом этого беспилотника. Вторая новость тоже очень страшная, житель Алушты погиб, подорвавшись на взрывном устройстве надалеко от берега. Вечером 23 апреля местные жители услышали взрыв со стороны берега. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело погибшего мужчины, 45-летнего Андрея Дюдина. Он лежал в прибрежной полосе примерно в 15 метрах от моря. Причиной смерти стал взрыв пока не установленного взрывного устройства. Вот такие вот неучащие новости приходят, к сожалению, из Крыма. Это на самом деле страшно, я все-таки начинаю сомневаться вообще в летнем сезоне. Будет он, не будет. Если вы собрались ехать в Крым, напишите пожалуйста, как вы считаете, поедете вы туда или нет. Будет интересно услышать ваше мнение. Но сегодня вам привет из Анапы. У нас идет дождь, мы находимся в Варваровке. Температура воздуха плюс 12. Я приехал, как всегда, по пути в Суко набрать водички у источника Святой Варвары. Дождик идет такой мелкий. Я прозвал его грибной. Здесь смотрите, как все у нас изменилось. В последнем наше приездо уже на деревьях листочки. Смотрится просто восхитительно. Мне, кстати, за мою деятельность все больше приходит укроз. Пишут их в YouTube, что хотят меня уничтожить. Живем один раз, ребята. И каждый свой выбор делает тоже один раз. И он должен быть правильно. Рассказывать об этом месте. Очень часто сюда приезжаю. Стараюсь всегда, когда еду в сухую, заезжать, наперять водички. Потому что здесь она очень нравится, очень вкусная. Хотя говорят, что не самая лучшая, в принципе, с питьятом. Это много не приходило. Но огромное количество людей сюда приезжает, ее так и набирает. А еще билета обожает делать вот так. Класс. Освежились. Теперь поехали дальше. Пытаюсь запустить обмен веществ. Пью водичку каждый час. Надеюсь, что все заработает и вес будет уходить. Пока мы едем, смотрим по сторонам, как горы одеваются в зеленые наряды. Я вам хочу рассказать историю Суко. Историю его названия. Такое интересное. Суко означает с тюркского морская свинья. Су – вода, кьяко – свинья. Считается, что в античные времена так называли обитающих в здешних водах дельфинов. Ну вот мы и добрались. Сегодня будем прогуливаться по Суко с вами под зонтиком. Работает кафе старых футок. Там можно купить пирожки и просто покушать. Горы у нас дюнки. И также оделись в наш зелененький привычный наряд. Травки, я смотри, здесь не покосили на газонах. Но зато успели построить новое здание на кустыре, который здесь был, долгое время стоял. Приехать в Суко можно на 109 маршруте. Также этот маршрут, если на нем просто Суко отвезет вас в доки Парисово озеро. И если большой утриж, вы пойти туда прямо и приедете на одно из красивейших мест. Большой утриж советую его к посещению. И его, кстати, продали за 1 рубль на аукционе. Ну, там чуть дороже, но сам смысл того, что просто передали безвозмездное пользование, чтобы собственник приводил его в порядок. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Мы сейчас с вами пойдем на центральный пляж Суко. Ну, не знаю почему, мне сегодня прям очень сильно захотелось поехать и посмотреть, что здесь происходит с Суко. Интересное расположение мусорных контейнеров на парковке, которые здесь и так практически нет. Ну, и по магазинчикам работают некоторые, допустим, табачные изделия. Если туда дальше, там работает пятерочка и магнит за поворотом в сторону Кипарисово озера. Люди в Суко есть, даже есть какое-то оживление, что мне очень порадовало. Молодежь с собачками гуляет. А мы посмотрим с вами, что происходит вообще на проходе, какие есть изменения здесь. Потому что ожидается их здесь огромное количество. Мы все ждем пальмы, какие-нибудь скамеечки. Ну, как минимум, три мусорки уже появились здесь. Это не может нас не порадовать. И указатель, что там дальше туалет. Для тех, кто не были давно в Суко, станет большим удивлением, что с левой стороны места там ларечков. Здесь появился забор. Судыши за территорией, которые уже, так сказать, отсужены. Восношены разнообразные кафе, торговые ряды. Ну, кстати, тоже сразу четыре мусорки одновременно. Ну, дальше, в большом сожалению, их не будет. Работает торговый павильон с разнообразными товарами. Курортный ассортимент. Сувениры, игрушки для детей присутствуют. Обычно Суко вообще начинает торговлю раньше всех мест. Ну, единственное, что с ней может поконкурировать Анапа. Потому что у нас на Рыбинской работает круглогодично вся эта торговля. С левой стороны точки общепита. Сейчас полностью все закрыты и не функционируют. Зеленые наряды у деревьев добавляют красок. И делают более уютными, что ли, нашу прогулку. Хотя деревьев здесь вообще нет. На проходе они из-за ларьков, так сказать, выглядывают. И все. Редкие отдыхающие встречаются, которые здесь прогуливаются. О, а впереди на пляже мы сейчас увидим работу техники. Там что-то переделывают. В общем, страна заборов и торговых рядов вас приветствует. На отдыхе. Все как всегда и все как везде. Когда показывают сносы каких-либо магазинов, заведений. Начинают писать о том, что, ой, но их потом будет не хватать. Когда их много, пишут, что ой, так их много. В общем, всем не угодить, друзья. Ну, фига узнают, как говорится, что с этим делать. Как сделать так, чтобы было хорошо. И тем, и тем. С левой стороны у нас тоже павильончики закрытые. Некоторые просто профилен. Некоторые под своими реллетами. Ну, больше никаких глобальных изменений. Я думаю, в ближайшее время здесь ожидать не будем. Вот уже можно найти работу. Требуются реализаторы. То есть, уже не сдается в аренду, а приходите поработать. У нас краснодарские чаи. Здесь, слышу, пошло подготовление. Уже какие-то работы происходят в кафе Эдем. Наверное, готовятся к открытию. Бродвей и творечки. Здесь видно, что они были опечатаны, эти релеты. Но пломбы благополучно посрывали. Опечатано. То есть, возможно, тоже пойдут под снос. Но мы будем, как говорится, еще раз говорю, следить за ситуацией. Прогнозировать ничего не берусь. Потому что сам особо не знаю, как оно будет происходить. У нас, как говорится, постоянно все меняется. Возьмите сравнение. Большой утриж, говорили. Форт-Анерро снесут. А вместо этого построили рядом бассейн. Сейчас сносят бассейн. Форт-Анерро до сих пор стоит. Знаете, как заговоренное. Хотя его уже начали частично сносить и разрушать. Вот будем смотреть, что теперь дальше будет с заходом нового собственника, который обещал восстановить исследование черноморской флоры и фауны. Мне даже интересно, ведь это представить. Но самая главная достопримечательность этого прохода, это теперь отдых строгого режима. Надо было просто реально додуматься, бахнуть колючую проволоку. Еще бы топчик из нее пустили. Написали бы, не влезай, убьет. Небо в клеточку. Чувствуйте себя на курортах Краснодарского края. Это единственный проход центральный на пляж с суком. Я не знаю, как это прокомментировать. Когда только натягивали проволоку, еще у нее было колючки. Я подошел, спросил, будет что, колючка? Ну, так в шутку, говорю, да. Да ну нафиг, мужики мимо шли, давай тоже ругаться. Ну, у нас все для людей, друзья мои. Радует тот момент, что хотя бы по прямой можно пройти к морю. Потому что, когда мы ходили вот за эту проволоку туда налево, был проход, было немножко даже грустненько. Сейчас по прямой двигаемся. Все хорошо и прекрасно. Хоть не надо обходить. Ну, что, тогда было как просто издевательство над людьми. И здесь, с правой стороны, это скамеечка во всю длину. Ну, сосны у нас вечно зеленые. Вот эту бы убрать, чтобы бит не портила. И здесь гора, с правой стороны, покрывается травой. Зеленеет. И надпись СУКО, где ей более отчетливо видна. Красота, дорогие друзья. Тебе приятно идешь, морем дышишь, смотришь по сторонам. Слева нихрена не видно, что там справа заборы. В общем, коротная жизнь. Здесь там колючая проволока. Почувствуй себя, отдыхаешь. Немножко мусора на проходе присутствует. Так как в основном чистенько, но вот чуть-чуть есть. В большом случае, интересно. Что же на пляже СУКО делает этот там трактор? Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал донатами. Всех, кто поддерживает солдатов донатами. Сегодня приехала на СО еще одна машинка, которую благодаря вашим денежкам отремонтировали. Подробнее смотрите в нашем телеграм-канале. Кстати, подпишитесь. Юрий Азаровский в Польске, либо Море Оз. Также группа ВКонтакте Юрий Азаровский. Буду рад вас видеть на нас галочкой. И Яндекс.Дзен. За это будет вообще отдельное спасибо. Подписывайтесь. Ну и второй канал. Как и кто просит, подпишитесь, подпишитесь. Потому что этот, скорее всего, уйдет в бан. Так что, друзья, будем рады вас видеть. Ссылочки все есть в описании. Нажмите на кнопочки. Как говорится, от души отблагодарите. Ну что мы с вами здесь наблюдаем? Во-первых, у нас по всем пляжам, в том числе и в СУКО, прошли субботники. Во-вторых, здесь проходит сейчас планирование побережья. То есть его подготавливают как раз-таки к сезону 2023 года. Выравнивают. И в этом году будет все совершенно по-другому. Есть душ-туалет. Такой большой домик построили там. Здесь детская площадочка. Ну, пока ничего не работает. Видим только работу данного трактора. Камушки перекладываются место на место. Делаем пейзажи, так сказать, более интересные. Все для вас, как говорится, друзья. Чтобы вы только приезжали, отдыхали и наслаждались. Немножко я смотрю, вот после шторма присутствует опять пластик на берегу. Видите, вот этот брусер. Раскидывают. То есть никуда не уводят, просто разравнивают. Вот, смотрите, по всему берегу вот крепление, пластик, пластик. Пластик, пластик. Это вот только-только, который шторм закончился, свежий поубрасывал. Оттуда дальше я смотрю, там уже вся территория, за исключением нескольких бревен, убрана. Видите, красные водоросли. У нас любят пугать, что это самые опасные в мире водоросли. Там могут на вас напасть или еще что-то сделать. Но будем надеяться, что это не так и все будет хорошо. Причем, если мне придется отходить от этого трактора, потому что шум не позволит мне дать вам прорелаксировать, посмотреть на такое прекрасное море. И, когда приезжаете в Сукой, я вам советую прогуливаться там. В ту сторону пройдете до красивейших пляжей. Можно дойти до Большого Трещана. Придется там обходить забор, который уходит в море. Это тот же самый парадокс. Такие вещи не должны происходить. Но, как и на центральном пляже, в Каменном, в Анапе, у нас есть платный пляж, которого быть не может в природе по нашим законодательствам. Потому что доступ у всех людей к лесу воды должен быть без ограничений, несмотря на хозяйствующие субъекты на этом берегу. А эти субъекты, которые ограничивают, могут лишить права аренды в данной территории. Но у нас и там они прорисуют уже очень много лет. Такой вид, побьемся, как рыба об лед. Ничего не можем сделать. Так и в ту сторону. Вообще, можно дойти до Анапы. Но там вот за этим мысом начинаются просто великолепные, так сказать, дикие пляжи. Единственное, что там надо быть аккуратным. Если Сукой, это тот пляж, на который можно приезжать и наслаждаться отдыхом непосредственно на Гальке. Потому что у нас в Анапе основной везде каменный пляж. Если Галька, то она привозная, то там на дом будет каралка для того, чтобы заходить в море и не портить ощущение удовольствия от этого. Потому что там скользкие, большие, большие камни. Ну, зато там красиво. Да и здесь, в принципе, сколько раз нырял, очень, очень здорово все это выглядит. Но вода прям стекло, друзья. Я надеюсь, что достаточно отошел от трактора. И он вам не будет мешать наслаждаться звуками моря. Ну ладно, еще чуть-чуть. Температура воздуха у моря 13,9 градусов. Сейчас замерю водичку. Морочка плюс 13,4. Друзья мои, я надеюсь, что несмотря на погоду, прогулочка вам понравилась. Была максимально полезна, приятна и классна. Вместе погулять и показать вам, как пляж Суко готовится в сезон 2023 года. Надеемся, что в дальнейшем, кажется, мы увидим вас на пляжах. Несмотря на все вот эти печальные новости. Потому что, если говорить, что у нас тут опасно, то сегодня в Москве прилетел бы ПВА Белгородского, власть под Эктакой. В общем, спокойно, я думаю, что будет не скоро. Большому сожалению. Хотя, как всегда, желаю всем мирного неба, чтобы все было хорошо и прекрасно у каждого из вас. С вами был Юрий Озаровский с пляжей Суко. Всех вас крепко обнимаю, целую. И спасибо вам за вашу поддержку. Благодаря ей мы можем делать разнообразные, интересные сюжеты. Как вчера выезжать компаниями, посидеть, пообщаться, поболтать от души. До следующего видео не прощаемся. Море для вас, друзья. Наслаждаемся. Всем вам привет, черноморский. С вами был Юрий Озаровский. 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 С вами был Юрий Озаровский.